Привет, студент! В эфире Универньюз. С тобой Петрова Дарья. Через пару минут ты будешь в курсе последних событий студенческой жизни. Садись поудобнее и приготовься к самому интересному. Мы начинаем. Настоящие метеориты приземлились в КФУ. Что с ними произошло? В ГТРК в Казанском федеральном. Мастер-класс дала студентам ведущая федерального канала. Необычные метеориты приземлились в геологическом музее Казанского федерального университета. Что из себя представляют гости из космоса и как найти свой камушек на миллион, выясняла Аделя Шамилова. Как известно, метеориты получают название по месту падения. Например, Аханский метеорит упал около города Аханск в Пермской губернии в 1887 году. Не теряя времени, казанские ученые выехали на место и вернулись со 143-килограммовым гостем из космоса. Находка стала первым экспонатом в метеоритной коллекции геологического музея КФУ. Всего же в фондах музея более 130 пришельцев. И сейчас мы говорим о новых метеоритах, которые находят и падают. Вот, например, тот же Челябинский. И вот на прошлой неделе упал метеорит, вот где-то у нас в Сибири тоже. То есть каждый метеорит имеет свою историю. В этом году звездная коллекция университета пополнена новой серией уникальных метеоритов. Их завещал Казанскому университету известный ученый и популяризатор космической науки Андрей Станюкович. В дар геологическому музею перешли 176 небесных тел. В 2003 и в 2005 году он приезжал сюда. Он приезжал как гость. И обменивал свои метеориты на наши. Например, на Аханский и на Каинзас. И, видимо, ему так понравилось, я думаю, отношение к хранению коллекции. Новая жемчужина-коллекция – паласово железо. Первый железокаменный метеорит, найденный в России. Самый большой кусок глыбы хранится в метеоритной коллекции РАН. А в Казанском университете хранится небольшая его частичка. Остальные крупицы разлетелись по всему миру. Другая жемчужина на вид невзрачный камушек. А на самом деле редчайший и самый дорогой метеорит Ишеева. По возрасту он старше Земли. А по составу содержит первичное вещество Солнечной системы. За это его называют отцом звезд. Его нашли не так давно. И выпал он в Башкирии, возле деревни Ишеева. После того, как его исследовали, оказалось, что его состав – это углистые метеориты – он очень близок к составу Солнца. То есть практически в возрасте его около чуть больше 4,5 миллиардов лет. Узнать метеорит среди обычных камней не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И стать обладателем камушка на миллион, конечно же, реально. Метеориты разделяют на три вида – железные, каменные и железно-каменные. Когда метеориты падают, они плавятся, поэтому определить их можно по плавившейся черной поверхности камня. Большинство из них содержат железо и обладают магнитными свойствами. И к тому же метеориты тяжелее и плотнее обычных камней. Убедиться, что у вас метеорит, а необычный булыжник, поможет в лаборатории РАН. Но для этого придется поделиться 20% образца с научным учреждением. Остальными 80% можно распоряжаться по своему усмотрению и, например, сколотить состояние. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. За последний год в Казанском федеральном университете правкомп проделал определенную работу по выполнению задач, поставленных предыдущей конференцией. Что обсуждали на этот раз, узнаешь в следующем сюжете. 13 декабря в КФУ состоялась пятая отчетно-выборная профсоюзная конференция, работа которой была посвящена подведению итогов деятельности профсоюзной организации сотрудников КФУ за последний год. В рамках мероприятия состоялись выборы членов профсоюзного комитета университета, ревизионной комиссии делегатов. Участниками конференции стали около сотни делегатов, представителей всех отделений института. Следом за выборами с докладом выступил председатель правкома университета доцент Ренат Якушев. Активная деятельность по вовлечению в члены профсоюза должна стать для всех членов правкома, председателей правбюро и правбюро основной и самой главной задачей. Работа на счетах. За 2015 год вступили 160 сотрудников, за 2016 год вступили 267 человек. На конференции отметили, что необходимо правкому вместе с администрацией разобрать и принять социальную программу ВУЗа на 2017-2019 год. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влитяров, Универ Ньюс. Что ни минута, то свежие новости. Всемирная сеть продолжает удивлять. Каковы самые обсуждаемые новости Рунета сегодня, расскажет наша традиционная рубрика Веб Ньюс. Сергей Берлев запишет интервью с Рустамом Минихановым. Ведущая программа «Вести» в субботу прибывает в столицу Татарстана, чтобы записать очередной интервью с президентом Республики Татарстан Рустам Минихановым. Три технопарка из Татарстана вошли в число лучших технопарков России. Казанский IT-парк признан лучшим по эффективности деятельности управляющей компании. Аспирант КФУ Эльвира Хуснудилова стала победительницей Science Slam Industry 2016 в формате увлекательного стендап-шоу. Она представила свое исследование, сформулировав его в теме «А что после нефти?». Программа модернизации педагогического образования в Российской Федерации идет полным ходом. Казанский федеральный университет принимает участие в ее реализации третий год подряд. В рамках первого этапа в 2014-2015 годах сотрудниками КФУ были разработаны 3 из 23 создаваемых проектов. А на втором этапе в 2015-2016 годах КФУ реализует один из 8 проектов. Непосредственным руководителем данного проекта является ректор КФУ Ильшат Гафуров. Минпромторг выдал субсидию российскому разработчику ТИ-платформы в размере 150 миллионов рублей, чтобы создать сверхпрочный отечественный ноутбук защиты от морозов и ударов. Ученые из Китая пришли к выводу, что социальные сети влияют на память человека. По результатам своих исследований они выяснили, что события, о которых пользователи публикуют контент в соцсети, запоминаются лучше. Казанский кинотеатр «Мир» вошел в топ-15 лучших кинотеатров, которые показали канцкую программу. Гедеминаста Ранда и Дина Гарипова приехали в Казань на премьеру спектакля «Священные сады». Постановку Георгия Ковтуна в исполнении государственного ансамбля песен и танца Республики Татарстан представят в оперном театре. Казанский Акбар сразится с Нижнекамским нефтехимиком. Сегодня, 13 декабря, в Нижнекамске в очередном матче чемпионата КХЛ, Казанский Акбар сыграет с нефтехимиком. Студенты Казанского университета продолжают принимать опыт у экспертов в области журналистики. Какими качествами должен обладать журналист и что нужно сделать, чтобы региональные новости попали на федеральный канал? Об этом и не только узнали юные журналисты на очередном мастер-классе. В высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского университета прошел очередной мастер-класс, где гостем стала заместитель директора филиала ГТРК «Татарстан» и по совместительству ведущая программы «Вести Татарстан» Лилия Галимова. Кстати, в этом году программа «Вести» отметила свое 25-летие. Гостя сообщила и о недавней победе в конкурсе «Тэфи-регион-2016», где ГТРК «Татарстан» стал победителем в номинации «Ежедневная информационная программа для городов-миллионников». На сегодняшней встрече она рассказала студентам о том, как региональным новостям попасть на федеральный канал. Так как мы являемся филиалом федерального канала в ГТРК, то у нас есть прямой контакт с нашими московскими коллегами, с крупнейшими каналами «Россия-1», «Россия-24», и мы в ежедневном режиме работаем по тому, чтобы перегонять туда видеоматериалы о республике, о жизни республики, о каких-то важных событиях. У нас есть определенный опыт выстроенный. И вот хотелось бы поделиться с коллегами, с будущими коллегами опытом о том, как можно сделать материал, что нужно сделать, какой он должен быть, чтобы его с удовольствием взяли федеральный канал в свой эфир. Существует два способа, так скажем, поднять свою тему на федеральный канал. Это отправить сюжет в сетку новостей и ждать, пока его заметят. Согласитесь, не самое интересное занятие, к тому же не особо эффективное. А вот второй способ требует гораздо больше сил и терпения. Ваша задача – убедить редактора федеральных новостей прочесть вашу новость и выпустить ее в эфире. Коммуникационные способности, качество которой для журналистов, наверное, одно из ключевых. Когда ты умеешь устраивать диалог, убеждать человека в том, что тебе это надо. Вы все это будете делать, когда поедете на первые съемки на телеканалах, будете брать интервью. Люди будут отказываться на интервью, не будут говорить, что не хотят говорить ни на камеру, ни на депутатку, не хотят, чтобы это как-то прозвучало. Но вам дают задание, чтобы вы взяли интервью и вернулись всегда все на примере с интервью. Вот тогда должны подключаться ваши конкурсионные способности, вы должны уметь убедить человека. Региональным службам новостей тоже нужно включать свои коммуникативные навыки и доказывать московским редакторам, почему эта новость будет интересна всей стране. Лилия Камилевна рассказала, что необходимо также работать над качеством новостей, ведь федеральный канал – это уже совсем другой уровень. В этом году это последний мастер-класс в высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. В 2017 году встреча продолжится уже с новыми медийными личностями и экспертами в области журналистики. Ведь полюбившиеся для студентов мастер-класса уже успели стать доброй традицией. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Студенты КФУ уже готовятся к предстоящей сессии и в перерывах наряжают елки. Мы собрали для вас подборку самых интересных фотографий Инстаграма. Смотрим! Вот и завершается первый семестр учебного года. За это время студенты КФУ приняли участие во множествах конкурсах, олимпиадах, школах, активах, соревновались в фестивалях, организовывали дни студентов и упорно старались не спать на парах. Студенты успевали не только учиться, но и активно принимать участие в общественной жизни вузы и даже выступать на научных конференциях. Казалось бы, столько уже пройдено, но все самое сложное еще впереди – сессия. Но не унывайте, ведь сдав все экзамены и зачеты, каждый сможет довольно насладиться сказочным праздником, который вот-вот наступит. Анастасия Иванова, Универ Ньюс. Вот и все новости на сегодня. Не забывай про приближающиеся зачеты и экзамены. Успехов и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok